А вы знаете, что вы ничего не понимаете? Вы не понимаете больше тридцати процентов слов и как следствие делаете не то, что надо. То есть вы действительно начинаете делать не то, что надо, просто потому, что вы не знаете, как правильно трактовать эти слова. Я вас просто прошу, перейдите по ссылочке ниже, вот просто, там будет канал, он так и называется «Компьютерная грамотность». Просто посмотрите десять уроков, по две минуты. Посмотрите десять значений того или иного слова, просто для себя, для общего развития. Вы убедитесь, что многие слова вы неправильно трактовали, что многие значения слов вами воспринимались неверно. И если вы поставите себе в задачник каждый день изучать по пять слов, то за сто дней вы узнаете сто, пятьсот слов. У нас там на канале уже есть более шестиста роликов, к концу года будет тысяча роликов, тысяча значений слов. Друзья мои, мы это делаем не просто так, потому что наши ученики, наши клиенты, мы с вами с проблемой, что те слова, которые мы думаем, что вы знаете, по факту вы не понимаете, но вы как настоящие русскоязычные люди стесняетесь спросить, потому что у вас есть подсознательный страх. «Ка, ты не знаешь, что такое конверсия? Ты не знаешь, слово конверсия? Да ты чё? А может, ты еще и CTR не знаешь? А может, ты не знаешь, что такое квикбейтные заголовки? Да ты там вообще ни с чем, ты не знаешь, что там обмейлы? Да, или там чем? То есть вы даже не понимаете, что тег, да, и хэштег, и метатег – это разные понятия, хотя там есть тег, и для вас все теги. Что теги, что хэштеги – это для вас ключевики, понимаете? А ключевики еще здесь среднечастотные, низкочастотные. И вот, когда я начинаю с вами общаться, то я вот на консультациях, я уже с начала консультации говорю. Если вы не знаете какого-то слова, что я произнес, обязательно говорите, поднимаете руку и говорите «стоп, Александр, я не знаю это слово». И знаете что? У меня двадцать, а то и тридцать процентов времени консультации уходило на объяснение слов, понимаете? На объяснение элементарных слов, и я был поражен тем простым фактом, что люди не знают элементарного. Но поражен – это что? Это просто какое-то действие. А я же хочу результаты. Поэтому я с командой посовещавшись, мы решили сделать канал «Компьютерная грамотность». Он бесплатный. Он для того, чтобы мы могли объяснить и давать вам ссылки на видео. Нам проще один раз записать видеоролик, допустим, что такое рерайт, что такое копирайт, да? И когда мы объясняем, что мы хотим копирайт, мы даем ссылку на ролик, что мы хотим. Когда рерайт, мы говорим вот так, субтитры вот так, да? Теги вот так, объясняя. Поэтому, друзья мои, личная просьба. Вот не поленитесь, да? Убедитесь в том, что вы знаете семьдесят процентов слов точно. А тридцать вы не знаете. Они какие-то новые для вас. Или вы, ваш мозг, он шутит с вами, и он подбрасывает вам факты, которые якобы свидетельствуют о том, что вы эти слова знаете. Но по факту вы их не знаете. Поэтому прошу вас, вот просто, да? Послушайте. Вы знаете, что я ничего плохого своим ученикам не советую. Просто перейдите по ссылочке ниже, зайдите на канал «Компьютерная грамотность», посмотрите выборочно пять роликов. Выборочно. Потом убедитесь в том, что вы не знали до этого правильное значение слов. И потом поставьте себе в ежедневник, в ежи там, да? И учите пять слов ежедневно. Сто дней, пятьсот слов. Вы будете на три головы выше, чем ваши конкуренты. Поэтому, домашнее знание. На уроке я узнал, что по статистике больше тридцати процентов слов люди не понимают. И, следствие, делать не то, что надо. Я запомнил, что есть канал «Компьютерная грамотность», который учителя школы видеоблогеров занесли в отдельный канал, сделали, проработали там хороший монтаж, хорошие ролики. Там Валерия Крюшкова все правильно рассказывает. Там наша команда вся там выступает. Каждый там делится тем, что знает, да? Вам понравилось, что вам советуют, да? Как прокачать свой скилл, свой навык и стать еще лучше, да? Похвалите себя за то, что вы прямо сейчас, после урока, я думаю, что вам захотелось перейти и проверить себя. Проверьте себя. Просто зачекуйте, сделайте чек-листом, да? Выборочно там все видео нажмите и, допустим, пусть это будет там третье, пятнадцатое, семьдесят пятое, девятнадцатое и шестьдесят девятое видео. Посмотрите, посчитайте. Я думаю, что я уверен, что у вас будет разочарование в себе, но надо признать в том, что ваш стакан, да, полупустой, а не полный. Потому что многие из вас считают, что вы полный стакан и все-все знаете. Субтитры создавал DimaTorzok